Активатики В последних днях жители села Подкуровка провели неоднозначную акцию. Они выложили своими телами надпись «Путин, спаси наш лес». Эта акция вызвала шквал негодования и критики. Но что же довело жителей Ульяновской области до такого шага? А дело в том, что местные власти решили отдать 780 гектар местного леса под строительство китайского цементного завода компании «Анчхуйконч». При этом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что этот проект очень важен для области, он нужен району и он нужен стране. Людям пообещали, что будет 500 миллионов долларов китайских инвестиций и целых 400 рабочих мест, а также порекомендовали начинать учить китайский. Но местные жители учить китайский не хотят и, в отличие от губернатора Морозова, отдавать свой лес китайцам не собираются. Почему? Во-первых, потому что они уверены, что те налоги, которые заплатит компания «Анчхуйконч», пойдут в большинстве своем в офшоры. Во-вторых, думают, что все-таки на работу китайская компания предпочтет взять китайцев. И, в-третьих, они уже знают, во что превращаются цементные заводы в Ульяновской области, потому что два таких завода уже превратили прекрасную природу Ульяновской области в выжженную землю. Жители не сидят без дела. Вообще, планы по строительству цементного завода разрабатываются с 2015 года, после того, как было обнаружено месторождение мела в Ульяновской области, как раз на месте предполагаемого строительства завода. И для того, чтобы противостоять этому проекту, жители на протяжении уже двух месяцев проводят различные акции. Прежде всего, было захвачено здание местного правительства с требованием встретиться с губернатором Морозовым. Во-вторых, жители объявили голодовку. И, в-третьих, сейчас в селе Подкуровка организован протестный лагерь и постоянно кто-то находится в этом лагере. Ну и самое главное, 26 сентября прошло собрание местных жителей, на котором они решили, что теперь они переводят свою борьбу в политическую плоскость. И они начинают бороться политическими методами. А именно, теперь они пойдут во власть и будут бороться за места на местных муниципальных выборах в поселениях. А также они начинают сбор подписей за отставку губернатора Морозова. К сожалению, в России полезное ископаемое – это не благо для народа, а самая настоящая беда. На прошлой неделе в Кемеровской области, в Новокузнецке, прошел крупнейший митинг за историю последних 20 лет. Люди вышли в количестве более чем 600 человек с требованием прекратить делать новые угольные разрезы в Кемеровской области. Почему? Сейчас на территории области действует 20 угольных разрезов. И строительство еще одного такого разреза жителей не радует. Дело в том, что при работах на угольном разрезе используются взрывы. И если вы живете рядом с таким угольным разрезом, то вы живете как будто во время войны. Ваш дом трясется, сотрясается, стены дрожат, появляются трещины. А в воздухе стоит мелкодисперсная угольная пыль, которая попадает в органы дыхания и вызывает заболевания дыхательных путей. Вот почему люди против. В такой ситуации оказались жители поселка Тайлиб, на чьей территории обнаружены залежи угля. И жителям поселка пришлось сейчас спорить с угольщиками, потому что на территории поселка есть сельская школа, и угольщики угрожают. Они говорят, что сначала мы скупим всю вашу деревню, а потом и до школы дойдем. И жители переживают, потому что прекрасно понимают, что нужды образования не идут ни в какое сравнение по сравнению с угледобычей. Вот почему на митинг вышло более 600 человек, и на митинге было собрано 500 подписей с требованием соблюдать закон Российской Федерации, которые запрещают угольные разработки ближе, чем в одном километре от жилых домов, и уж точно не на территории поселков. К сожалению, это требование угольщиками не соблюдается. И, например, в поселке Мыски угольные разработки проходят всего лишь в 140 метрах от домов. Но не только в регионах за прошлую неделю проходили активистские протесты. Протесты также были и в нескольких подмосковных городах. Так, в Солнечногорске и в Электроуглях прошли митинги активистов против мусоросжигательных заводов. Дело в том, что по программе Ростеха с 2017 года по 2025 планируется построить 5 пилотных проектов мусоросжигательных заводов. Это будет в Нарофоминске, Воскресенске, Солнечногорске, Электростале и в Казани. Дальше проект будет расширяться. Почему жители протестуют против мусоросжигательных заводов? Потому что, по мнению доктора химических наук Сергея Юфита, чем сильнее вы ставите защитные очистные сооружения, тем больше у вас будут загрязнены после них воды. И все равно вредные вещества попадут в воду. Таким образом, получается, что мусоросжигательные заводы – это дорогостоящее и опасное предприятие. Так что жители Московской области протестуют против нецивилизованного решения проблемы мусора и требуют от властей строительства не мусоросжигательных, а мусороперерабатывающих заводов. Редактор субтитров А.Семкин